Для начала хочу отреагировать на разного рода писания, которые традиционно появляются в СМИ. В частности, о том, что вчерашняя встреча президента в Беларуси и России якобы была экстренной и внеплановой. На этот счет замечу, что главы государства наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. И одним из поводов для ее проведения и формирования повестки стало письмо президента Беларуси в адрес президента России, касающиеся экономики и финансов, а также противодействия санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России. Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации. И во время телефонного разговора президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге. Во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков. В частности, первый блок как раз сотрудничество в экономике и финансовой сфере. Правительством поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям. Снятие остающихся барьеров на поставки беларусской продукции, в том числе в сфере госзакупок. Беларусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций. Также в данном блоке вопрос бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь. Цена на природный газ в 2022 году не выше цены 2021, а окончательно она будет определена до конца нынешнего года. Обсуждались и другие вопросы экономического взаимодействия. Далее блок вопросов интеграционной тематики. Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Республики Беларусь от того самого налогового маневра. Третий блок безопасности и оборона, противодействие терроризму, кибербезопасность. В этой части у стран подходы абсолютно едины, взаимная поддержка и договоренность действовать совместно. Из блока текущих вопросов можно выделить предстоящую осенью заседание Высшего госсовета Союзного государства. Финальные решения по ряду обсуждавшихся вчера вопросов вполне возможно будут закреплены именно там. А повестку предстоящего заседания в первом приближении главы государств уже проговорили. Также в числе актуальных вопросов транспортно-логистически, от возобновления транспортного сообщения между странами до увеличения количества рейсов и расширения географии полета в Белавию, в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России. Вопрос противодействия COVID-19, ход вакцинации и эпидемиологическую обстановку в целом президенты также затронули в разговоре. И международная повестка, западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведение масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз. Противодействие государств и членов ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана. Вообще, вчерашний разговор, я напомню, длился более пяти часов. Спектр обсуждавшихся тем был самый широкий. Президенты обсудили все вопросы, представляющие взаимный интерес.